Здравствуйте, уважаемые члены клуба! Сегодня у нас с вами первый видеофайл для виктим. Я надеюсь, что он понравится вам в таком формате, в котором мы его сейчас начнем делать. И я надеюсь, что следующие наши с вами файлы, они будут записаны именно в таком же формате, то есть в видеоформате, и все наши последующие с вами занятия, они у вас будут сохранены именно вот в таком. То есть в виде вот видеофайлов, такого некого фильма, на тему того, чем мы занимаемся. Сегодня мы с вами поговорим об очень важной теме, то есть мы рассматривали с вами тему работы с новичками. Сегодня мы с вами начнем еще одну тему, тему очень интересную, это список имен. Базовая тема, все прекрасно ее знают во всех сетевых компаниях, что список имен это необходимость. Мы очень часто это слышим на тренингах, на спецтренингах, на каких-то тренингах для новых людей. То есть мы постоянно об этом говорим, но так или иначе, то есть очень часто это бывает камнем преткновения. И часто мы слышим такую фразу, что список имен кончился. То есть человек вдруг нам заявляет, что у меня все, закончился список имен, и мне некого подписывать, мне не с кем работать. Точно так же часто бывает, что мы сами сталкиваемся с этой ситуацией, я думаю, что многие из вас уже через это проходили, когда вроде бы как приглашать особо и некого. Или ситуация совсем другая. Приходит новичок, у него есть некий список имен, даже может быть 100-150 человек, но вдруг он говорит, я всех обзвонил, никто не хочет, и мы никого не подписали из этого списка имен. Почему так? На самом деле все достаточно просто. Причина не в списке имен, и не в том, что люди кончаются. Причина в неправильной работе со списком имен, в неправильном его составлении, в неправильном отношении и так далее. Но говорить мы сегодня будем не о том, как неправильно, а говорить о том, как правильно. Начнем мы вот с вами с чего. Что же такое список имен? Что это такое, чтобы понимать правильно? Начнем с азов с самого начала. Прежде всего, если у вас у самих список имен и не составлен в том формате, в котором я сейчас вам расскажу, я еще раз хочу подчеркнуть, что это формат, который апробирован, то есть это формат, который обкатан ни в одной стране мира, ни в одно какое-то время. То есть это классика, которая работает всегда и будет работать всегда. Поэтому мы начнем с базовой. Что такое список имен? Чтобы составить список имен, прежде всего вам нужно купить тетрадь в жестком переплете. То есть и никак по-другому. Самый идеальный вариант, это тетрадь такая, знаете, как крокодил, которую вы открываете, и внутри у вас есть такие скобочки, которые держат листы. Их можно открыть, вынуть листы и, скажем так, закрыть заново. То есть это вот формат небольшой половины А4. То есть такие тетради продаются в каждом магазине канцелярском, поэтому вам нужно пойти и купить такую тетрадь в клеточку, то есть для того, чтобы, значит, можно было менять блоки в этой тетради. Это первое. Дальше, значит, что мы делаем в этой тетради? И что такое список имен? Список имен это, прежде всего, список всех тех людей, которых вы знаете, всех тех людей, которых вы будете приглашать в бизнес. Значит, вот есть страница в вашей тетради. Вы ее делите на три равных части. То есть одна страница. С одной стороны, то есть если вот у нас так разворот в тетради, то вот одна страница. Мы с этой стороны чертим три, да, то есть три вот таких вещи. Значит, дальше мы делим это вот так. И у нас здесь мы ставим цифры, порядковый номер. Один, два, три, четыре, пять, шесть и так далее. Здесь у нас будет идти фамилия, имя, отчество и телефон из человека. А здесь у нас будут идти комментарии. Значит, на развороте, вот на таком лицевом развороте мы делаем только одну. Вот здесь три человека и здесь три человека. Когда мы переворачиваем страницу, да, то есть мы, скажем, как вам правильно писать, вот вы открыли тетрадь, вот у вас тетрадь. Вот на этой страничке вы пишите, здесь у вас страничка, она чистая, вы с этой стороны ничего не делаете. Когда мы переворачиваем лист, с другой стороны листа, то есть на оборотной стороне листа, когда мы его сюда перевернули, мы ничего не пишем, мы оставляем его чистым. И пишем снова только на правой стороне. Давайте так, когда вы открыли тетрадь, то есть только правая страница, вы чертите вот эту вот вещь. Переворачиваете, левая страница у вас остается чистой, и только правая страница у вас снова идет, значит 4, 5, 6. Вы переворачиваете, левая часть тетрадки у вас чистая, правая вы ставите 7, 8, 9. Переворачиваете, левая снова чистая, и значит 10, 11, 12. То есть, таким образом получается, что вот, если мы возьмем это как страницу, на обратной стороне листа у нас ничего не будет, он будет чистым, это очень важно. Почему? Потому что в этом случае, то есть каждый лист это как некая карточка, которая содержит 3 фамилии, 3 человека, 3 телефона, значит 3 комментария по каждому человеку. И всегда вы можете, что сделать, вы можете достать и поменять эту страничку. Если же вы напишите с двух сторон на листе людей, то есть 3 человек у вас будет здесь, 3 человека у вас будет здесь, у вас может не хватить места, вам, чтобы поменять страницу придется переписывать 6 человек и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому сделайте просто так, как вам говорят. То есть, именно так, что одна страница, это как карточка, рассчитанная на 3 человек. То есть, тетрадь в жестком переплете со сменным блоком, да, то есть вот с этим крокодилом, который можно открыть и вынуть страничку, разлинуйте ее таким образом и заполните туда, перепишитесь, сядьте аккуратно каллиграфическим почерком весь свой список имен, которые у вас есть. Вообще, список имен я рекомендую переписывать хотя бы раз в квартал. То есть, январь, февраль, в март, в марте, в апреле переписываем, апрель, май, июнь, в июле переписываем. Значит, и так далее, да, то есть переписывать его, да вносить, потому что тогда вы будете видеть динамику развития списка имен. Теперь возникает вопрос, то есть мы знаем, как составить список имен, да, то есть как вот форма его, то есть что он должен быть на тетради, что он должен быть в жестком переплете, что это должна быть тетрадь крокодил, каким образом мы ведем эту картотеку, то есть мы это знаем. Возникает нормальный вопрос, кого мы будем включать в этот список имен? Особенно этот вопрос возникает у новичков, а кого мне включать, да, то есть кого мне заносить в этот список имен? То есть есть опять же классический пример, классический, он существует уже очень много лет, Это, скажем так, треугольник, да, треугольник. У этого треугольника, то есть у каждого человека есть знакомые люди, так, есть друзья, есть родственники. Вот, сделайте именно так. Запишите сначала всех знакомых, потом запишите всех друзей в список имен, потом запишите всех родственников. Теперь двигаемся так, берем знакомых, которые записаны в вашем списке имен. У знакомых всегда есть друзья и всегда есть родственники. Задайте себе вопрос, есть ли у ваших знакомых друзья. Да, кто они? Запишите их. Не важно, что, может быть, вы не помните телефон, вы, может быть, не помните фамилию, вы помните, что это Ваня. Запишите Ваня. Вы помните, что это там девушка, которая была с мужем, у которого там, я не знаю, усы. Запишите именно так. Пусть это будет так стоять, вы возьмете потом контактные данные этих людей. У ваших родственников точно так же есть знакомые, есть друзья. Задали себе вопрос, да, вот есть родственник. Марья Ивановна, моя тетушка, у нее знакомые есть? Да, переписали. Друзья у нее есть? Да, переписали. Дальше двигаемся к друзьям. У друзей есть родственники? Есть. Есть знакомые? Есть. Переписали. Когда мы посвятили вот этому достаточное количество времени, то есть у вас получается список, вот только на этой базе 200-250 человек. Вы можете сказать, это фантастика. То есть это невозможно. Я вам приведу простой пример. Любая классическая семья, значит, любой человек в возрасте там 25, 26, 27, 30 лет, то есть это уже пара, да, то есть это муж и жена. Вот давайте посмотрим. То есть у мужа и жены есть как минимум, у мужа есть мама, есть папа или брат и сестра. И у жены есть точно так же мама и папа. Вот если мы берем у каждого из этих людей, мы знаем по 5 человек, то есть у папы мы знаем 5 его знакомых, родственников, друзей, у мамы и так далее, то вы уже видите 10, 20, 30 человек. То есть уже, просто так. То есть это близкий круг. То есть близких, знакомых у каждого из этих людей по 5 точно есть, и вы уже видите 30 человек. Если вы возьмете, скажем так, тех людей, которые окружают каждого из этих персонажей, то вы возьмете хотя бы по 15 человек, которых они близко знают, и вы их, кстати, тоже знаете, то в данном случае у вас получается 30, еще 30, еще 30, еще 90. 120 человек. Навскидку. То есть за очень короткий промежуток времени. То есть это может каждый составить, и при этом у нас еще останется огромный потенциал, который мы с вами нарисовали, где? Вот в этом треугольнике. Это две таких вот, если скажу, можно сказать, наверное, помогалки. Извините меня за такое нелитературное выражение. То есть два таких помощника, две таких схемы, которые будут помощниками вам в составлении списка имен. И теперь мы переходим к следующему моменту, то есть как вспомнить людей. Людей легче всего вспоминать по каким-то приметам. Усы, очки, собака есть у человека, кошка есть у человека, есть машина, есть мотоцикл, я не знаю, может быть, есть дача, да? Кто ездил отдыхать? У кого есть дети? У кого дети школьного возраста? У кого они уже в институте? Там, я не знаю, военные, там, медики, учителя. Таким образом, ваш список имен, вот, обычного человека, это, в принципе, посчитано на сегодняшний день учеными, что если человек возьмет и просто перепишет свой список контактов, которые у него есть, то это как минимум порядка 700-800 человек, то есть до тысячи, да? То есть это такой круг, скажем так, не горячий, не теплый, такой прохладный. То есть те люди, с которыми вы в контакте, те люди, которых вас узнают, те люди, которые при встрече с вами поздороваются, они знают, что вы это вы, а вы знаете, что они это они. То есть очень часто бывает, правда, мы не помним, как зовут этого человека, но в современном мире это не возбраняется, всегда можно спросить и сказать, слушай, я, извини, я забыл, как тебя зовут, меня зовут, вот, допустим, Аркадий, как тебя зовут? То есть так бывает, да? То есть, но когда человек начинает составлять список имен, обычно он делает одну очень серьёзную ошибку. Он быстренько переписывает 20-30 человек, которые ему в первую очередь всплыли в голову, и на этом, в принципе, список имен заканчивает. Причём список имен обычно выглядит на каком-нибудь листочке. Значит, он ставит обычно вот такие циферки, да, там 6, 7, 8, и пишет там Вася, телефон Маша, телефон Юля, телефон там Сергей, телефон, это, как правило, близкие знакомые, очень близкий горячий круг. Человек уверен совершенно точно в том, что именно эти люди за ним пойдут в бизнес, но, как показывает практика, именно они и не идут. Если вы хотите наверняка на все 100%, скажем так, выстрелить и попасть, возьмите свой список имен и пройдите по нему, и обведите кружочком именно тех людей, которые совершенно точно не пойдут в бизнес. То есть, вы с ними ещё не встречались, но они совершенно точно не будут заниматься бизнесом. Выдепишите их в отдельный список, как правило, таких людей будет человек 20, человек 20, и я вам могу сказать совершенно точно, что из этой 20-ки вы подпишите своих 5-6 человек. То есть, совершенно точно. Хотя, этих людей вы давно не видели, хотя эти люди вас плохо знают, хотя с этими людьми у вас шапочное знакомство, хотя вы совершенно чётко уверены, что им ничего не надо, потому что у них уже есть деньги, у них уже в жизни всё хорошо, они состоялись, они предприниматели, бизнесмены или ещё кто-то ещё. Но именно эта 20-ка, как показывает практика, то есть, именно из неё идёт подписание и очень и очень большое. Плюс, то есть, вот эту ошибку ни в коем случае нельзя делать самим, то есть, просто на бегу составить на коленке список имен и приступить ко взвону, и ни в коем случае нельзя позволять делать человеку вашему, которого вы подписали. Поймите одну простую вещь, что когда вы подписываете человека в первую линию, вот он приходит. По сути, это как некое месторождение. То есть, если вы правильно пробудете скважину, установите правильную технику, то будет идти нефть, которую вы будете продавать и зарабатывать на этом деньги. И вы, и человек. Если вы нарушите что-то, какие-то технологии, то есть, вы начнёте бурить скважину не так, или не тем оборудованием, или не на ту глубину, или поставите не ту технику для перекачки нефти, то по большому счёту вы потеряете месторождение. Вот в случае, допустим, с нефтяной вышкой, всё понятно, что существуют технологии, существуют правила, существуют определённые инструкции, и никому не приходит в голову их нарушать. Но очень часто, когда приходят в бизнес, особенно в сетевой маркетинг, то есть, часто люди считают, что сетевой маркетинг это такое несерьёзное занятие, несерьёзный бизнес, относиться к этому серьёзно не надо, и поэтому, как бы, вот, да, чё там, ляпи, сделаем так, как вот есть, на коленочке. Но вдумайтесь в одну простую вещь, то есть, на сегодняшний день, это индустрии нет ста лет, друзья мои, ста лет нет, компаний миллиардеров, то есть, делающих более миллиарда оборотов в год, то есть, их уже десятки десятков. Задумайтесь. То есть, уже сегодня, на сегодняшний день в индустрии сетевого маркетинга нормальная, когда компания приходит на рынок и, скажем так, через 4, 5, 6 лет делает свой первый миллиард. При этом скачок очень серьёзный, да, там 4, 5 миллионов, 4, 5 миллионов, 4, 5 миллионов, 20 миллионов, и сразу бум, миллиард. То есть, это уже пример ни один, ни два, ни три. Можно ли, да, представить себе, что, скорее всего, это не высокотехнологичный бизнес, что это не инструкционный бизнес, да, что не надо исполнять какие-то инструкции, а можно так, на коленочке. Наверное, всё-таки лучше, да, придерживаться тех правил, которые уже проверены годами, проверены веками, да, то есть, ну, не веками, десятилетиями, тысячами людей в разных странах мира. И если люди, которые достигли успеха, вам говорят, что это важно, то, наверное, всё-таки это важно. Поэтому вот эту ошибку не делайте сами и не позволяйте сделать в вашей первой линии, потому что как только он это сделал, считайте, что вы его потеряли. Считайте, что вы, в принципе, потеряли возможность развивать бизнес дальше. Всё, достаточно, всё очень просто. И точно так же список имён. В список имён нужно включить тех людей, у кого есть знакомые сетевики, либо кто уже, скажем так, есть сам по себе сетевик, то есть уже работает в какой-то компании. То есть я хочу сказать вот ещё о чём. То есть если вы уже убили, как вы считаете, свой список имён, то есть, во-первых, это не так, вы его не убили, это ваши отношения, потому что всегда есть возможность вернуться даже к тем людям, которые мы провели уже встречу. Это просто вы не видите возможность, потому что вы закрываете себе. Скажем так, вам важно, как вы выглядите, но не важен результат. То есть очень часто людям важно, насколько они хорошо выглядят, что о них подумают люди, что о них скажут, чем, скажем так, обладание каким-то результатом на самом деле. То есть я всегда рассуждал другим способом. Я всегда рассуждал и понимал совершенно чётко, что люди скажут в любом случае. Что-то, да, и плохое, и хорошее. Сделайте вот так, люди скажут и плохо, и хорошо про вас. Сделайте вот так, люди скажут и плохо, и хорошо. Вы ничего не сделаете, люди скажут хорошо и плохо. То есть в любом случае люди будут говорить и плохо, и хорошо. Поэтому ориентироваться на мнение людей никогда не стоит. Потому что это полная ерунда. В вашей жизни это ничего не даёт. Никто не будет за вас в вашей жизни ничего делать совершенно точно. Поэтому делать нужно то, что вам нужно. Поэтому если вы сегодня, может быть, считаете, что вы убили свой список имён, вы всегда можете обзвонить этот убитый, с вашей точки зрения, я подчеркиваю, с вашей точки зрения список имен, и задать вопрос людям, есть ли у тебя знакомые, которые работают в нескольких сетевых компаниях, в разных сетевых компаниях, в каких-то сетевых компаниях. Естественно, ваш знакомый спросит, а зачем вам? И вы можете сказать, моя компания сделала предложение для сетевиков, которое совершенно точно будет им интересно, основной массе. Я планирую их пригласить в свою структуру, у них есть уже готовые сети клиентов, у них уже есть готовые дистрибьюторские сети, я подпишу их и буду зарабатывать на этом деньги. Любой нормальный человек на том конце провода, даже если вы уже встречались с ним, даже если вы ему делали уже предложение, даже если вы ему рассказывали о бизнесе, он сказал мне, нет, мне это не нужно, то есть очень часто этот человек скажет, подожди, подожди, а я? Почему? Потому что часто, когда человек приходит к нам на встречу, понимаете, вот он работает на своей работе с 8 до 5, получает он какие-то деньги, может быть 500 евро в лучшем случае, 20 тысяч рублей, и понимаете, там все понятно, он знает, будильник прозвенел, я встал, пошел на работу, там все знакомые, я знаю, что делать, и да, денег мало, да, может быть его что-то не устраивает, но ему не нужно делать ничего нового, он все понимает там. Когда он приходит к вам, любой человек хочет лучше жить, больше зарабатывать, лучше иметь машину, больше иметь квартиру, больше путешествовать, хорошо одеваться, хорошо обуваться, там тратить денег столько, сколько ему хочется, а не столько, сколько, скажем так, у него есть, да? Любой человек, но когда такой человек стоит перед выбором научиться чему-то новому, либо все-таки оставаться в чем-то старом, где все знакомо, очень часто он выбирает что-то старое, потому что есть страх, страх нового, и он очень сильный. Но когда ваш человек, вот он пришел, он послушал, и он понял, что ему придется меняться, ему придется учиться, ему придется делать что-то новое, но он совершенно четко понимает, что он не знает как, он страшный, он боится, он уже не гибкий, он потратил столько времени для того, чтобы быть таким серьезным и конкретным на своей работе, а тут вы ему предлагаете все менять. И как он вообще, собственно, пойдет к своим знакомым, которые такие же серьезные, конкретные ребята, которые зарабатывают там свои 20 тысяч рублей в месяц, свои 500 евро, и там пенсия им светит 150-200 евро, как он пойдет к ним и будет рассказывать о том, что можно зарабатывать тысячу, две, три, пять, десять тысяч евро каждый месяц. Естественно, его сочтут чокнутым, и он говорит, нет, я не пойду. Но когда вы такому человеку звоните и говорите, слушай, скажи, пожалуйста, я тебе бизнес не предлагаю, ты мне все сказал, все в порядке. То есть у меня к тебе вопрос, у тебя есть знакомые сетевики, то есть люди, которые занимаются сетевым маркетингом, ведь наверняка тебе кто-то тоже что-то рассказывал, как и я. Он говорит, ну, наверное, есть. Вы говорите, слушай, дай мне, пожалуйста, их телефоны. Если человек говорит, зачем, вы ему как раз проговариваете, что ты знаешь, дело в том, что моя компания сегодня делает предложение, от которого сетевику будет очень трудно отказаться. У нас лучший маркетинг, у нас лучший продукт, у нас есть условия все для того, чтобы, скажем так, дать ему больше, чем то, что он получает в своей компании. А у него есть готовые сети дистрибьюторов, готовые сети клиентов, поэтому я его привлеку к себе, он придет ко мне вместе с организацией, я буду на этом зарабатывать деньги. Вот это ключевая фраза. Если человек вас не спрашивает об этом, он говорит, ну, не знаю, я подумаю, то он говорит, что очень хорошо, ты подумай, пожалуйста, потому что у меня, и вы проговариваете опять эту фразу. Это как такой, знаете, лакомый кусок, то есть это как некая модель, которую человек видит, он вдруг понимает, что подожди, со мной разговаривал Сережа, со мной разговаривал Мария Ивановна, со мной разговаривал Маша, они мне какие-то разные компании предлагали, что-то было. Слушай, ну ведь у них действительно, я был на презентации, там толпа людей. И он вспоминать начинает то, что он слышал на вашей презентации, то, что он слышал там у Марии Ивановны. Ну, слушай, ну ведь то, что я слышал в Континентале, действительно серьезнее, да? И ведь действительно, если мой знакомый, который мне сейчас звонит, он в состоянии, да, то есть вот все это сделать, так что ж я теряю? Я всего лишь сведу эту Марию Ивановну со своим знакомым, он подпишет ее под меня, я буду зарабатывать на этом деньги. Понимаете, то есть это та модель, то есть как некая наживка, но не в том плане, что мы ловим рыбку, да, а просто в том плане, что человек видит модель действий. Он понимает, что да, я это могу. То есть я, конечно, не знаю, как вот Мария Ивановна делает бизнес, но я видел, что она его делает, у нее получается худо-бедно. Я, конечно, не знаю, как мой знакомый, который сейчас мне звонит, допустим, Аркадий мне звонит, я не знаю, как он делает бизнес, я не понимаю, у меня так не получится точно, и у меня не получится, как у Марии Ивановны, но я могу свести Марию Ивановну с Аркадием, встать между ними, да, и получать деньги с того, что есть у Марии Ивановны. Поэтому если вы берёте и обзваниваете так список имён, то, во-первых, у вас есть несколько человек, которые с удовольствием приходят к вам на встречу. Если он говорит, а как же я? Вы ему говорите, ну если ты хочешь об этом поговорить, давай встретимся и посидим, подумаем, что мы сможем сделать. То есть это уже некое такое, знаете, коммерческое предложение готовое, потому что часто, когда мы проводим человеку рандеву, мы ему как бы всё рассказали, но что конкретно делать, мы ему не объяснили. Поэтому, вот если есть список имён с вашей точки зрения убитый, обзвоните его таким образом. Во-первых, будут люди, которые придут на встречу и скажут, да, давай мы с тобой это обсудим. Во-вторых, будут люди, которые откажутся всегда. Вы можете позвонить людям, сказать, у меня есть килограмм золота, тебе нужно, заходи. И будут люди, которые откажутся. Понимаете, эта статистика, с этим ничего не поделаешь. То есть и будут люди, которые просто дадут вам какие-то контакты, дадут вам каких-то сетевиков. Будут люди, которые ничего не дадут, а будут те, до которых вы не дозвонитесь. Но тем не менее, ваш список имён жив. И способов оживить ваш список имён много. Здесь еще есть следующий момент, очень важный. Часто дистрибьюторы думают, что список имен нужен только новым дистрибьюторам, то есть только новичку. И когда он перестает, дистрибьютор, быть новичком, он перестает в принципе составлять список имен, вести список имен. Скажем так, он базируется вот на этом списке имен, которые у него есть. На самом деле это не так. Список имен – это основа, это база, и это главная ценность любого дистрибьютора. Любого. Будь вы лидер, будь вы топ-лидер, будь вы семи пяди во лбу, основа и ваша самая главная ценность – это ваш список имен. Поэтому список имен, его всегда нужно пополнять. То есть он нужен, его всегда нужно пополнять. Чем больше список имен, тем выше ваша ценность на рынке. Чем выше ваша ценность на рынке, тем больше денег вы получаете. Возникает нормальный вопрос – как его пополнять? Вот теперь давайте мы с вами на эту тему и поговорим. То есть каким образом мы его будем пополнять. Начнем, наверное, с самых современных каких-то технологий – это интернет. Что я имею в виду? Прежде всего социальные сети. Конечно, это мой мир на Mail.ru, то есть это ВКонтакте, это Одноклассники, это Фейсбук. Это ваш сайт, ваша страничка в интернете. С вашими контактными данными. То есть это такой… Я сразу хочу оговориться, что любой из способов, которые я говорю сейчас, вот пополнение списка имен, он работает только в том случае, если вы это делаете систематически. То есть вы это делаете постоянно. Допустим, для меня каждый день начинается с того, что я выхожу в интернет. То есть за день у меня 3-4 раза, когда я выхожу в интернет, я отвечаю на почту, я отвечаю на сообщения на социальных сетях. Каждое утро я открываю ноутбук, я пью кофе, прежде чем поехать на тренировку. То есть я, скажем так, открываю Фейсбук, я открываю ВКонтакте, я открываю Одноклассники, я открываю мой мир, я отвечаю на сообщения, которые я получил. И я это делаю каждый день, кроме субботы и воскресенья. Таким образом, именно так, то есть нельзя вот просто влезть в интернет и за час там набрать огромный список имен. Нет. Именно так, начав работать в этом направлении, за дня в день, за дня в день, за дня в день, вы приобретете колоссальный список имен, который даст вам возможность из этого получить какую-то выгоду. То есть получить результат. Поэтому в данном случае любой из способов в интернете, который я сказал, будет работать тоже во времени. То есть его лучше, конечно, начать сейчас. Но я простой пример приведу. Представьте себе, что 2 года назад или год назад вы начали систематически регулярно использовать все это. Вы взяли, сделали страничку вашу в интернете, может быть, веб-визитку. У вас есть там 5-6 социальных сетей, в которых вы зарегистрированы. И каждый день, 365 дней в году вы выходите в интернет, каждое утро отвечаете на сообщения, пишете что-то людям, размещаете какие-то свои фотографии. И каждый день это происходит. И так происходило уже там, допустим, на протяжении 500 дней подряд. Естественно, что к сегодняшнему дню, к сегодняшнему моменту у вас был бы уже огромный список имен составлен только на этом виде. То есть пополнение интернет. Теперь что дальше? Знакомство. Знакомство. Я говорю именно о знакомствах. Я не говорю пока о холодных контактах, а о знакомствах. Потому что две разные вещи. Задайте себе вопрос, как часто вы знакомитесь? То есть как часто вы знакомитесь? Обычно, обычный человек, он знакомится, может быть, в месяц с одним-двумя людьми. Спросите себя, за прошлый месяц со сколькими людьми вы познакомились? Да, сколько людей появилось в вашей жизни? Часто бывает так, что в нашей жизни в месяц появляется один-два-три новых знакомых, но мы не поддерживаем никакого контакта с ними. То есть, скажем так, мы познакомились, и вроде бы и человек интересный, вроде бы даже какие-то контакты у него есть, вроде бы даже какие-то связи, вроде бы он, в принципе, может быть и полезен. Но как-то вот позвонить ему, встретиться, выпить чашку кофе, но не срослось ни судьба. А потом у вас день рождения, и вроде бы как его и позвать, но как вы его позовете, вы увидели с ними только один раз, и если бы, конечно, вы встретились, может быть, выпили чашку в кофе, или сыграли бы партию на бильярде, или, может быть, что-то еще, да, то, скорее всего, да, к этому моменту вы могли бы его пригласить к себе на день рождения, но вы не сделали этого. И на день рождения человека не позовешь, вроде бы, как сказать, позвонить, сказать, здравствуй, мы с тобой виделись один раз, приходи ко мне на день рождения, глупо. И мы этого не делаем, мы теряем человека. Но каждый месяц обычный среднестатистический человек абсолютно спокойно знакомится с одним, с двумя, с тремя людьми. То есть прежде всего, да, прежде всего, надо поддерживать контакт, и знакомиться надо. То есть, в принципе, нормальный темп – это 10-15 человек в месяц, вот таких знакомств. Вопрос, где их брать? Это общественные мероприятия. То есть это дни рождения, это юбилеи, это свадьбы, да? То есть это очень часто то, куда мы не ходим. Нас пригласили на свадьбу к какому-то дальнему, там, другу родственнику. Мы не идем. Ну, потому что мы их особо чего не знаем, то есть еще и подарок покупать, еще идти там, и что-то говорить. Зачем? Мы отказываемся. Нас пригласили на какой-то день рождения, да? Ну, и мы под каким-то благовидным предлогом ушли. Нас пригласили в школу, потому что там, я не знаю, допустим, родительский комитет организовал какую-то там вечеринку, да, там, в честь там чего-нибудь. И мы не пошли, потому что, ну, а что я там делать буду? Там придут мамочки, папочки, сядут, я там новый человек, они там уже все давно, и я никого не знаю, и я не пойду. Да, вот эта позиция отторжения, скажем так, общения, она достаточно развита в мире. Причем не только в странах СНГ, а вообще в принципе в мире. То есть основная масса людей, она как бы огораживается таким забором, и из-за этого заборчик выглядывает, смотрит на жизнь. Не нужно этого делать, вам нужно стать активным, если хотите, тусовщиком, да, то есть вот в рамках вашего социального круга, то есть вот по тем тусовкам, которые есть. Значит, общественные мероприятия, я вам здесь все объяснил, да, дальше мы едем. Значит, следующий пункт, то есть вот это вам будет приносить 10-15 знакомств в месяц. Естественно, с ними нужно поддерживать контакт, то есть позвонить человеку, выпить чашку кофе, может быть, посидеть, пообщаться. Всегда с человеком есть какая-то интересная тема, всегда вы знаете, что для человека интересно. То ли он любит автомобиль, всегда можно позвонить, спросить, знает ли он хорошее СТО, допустим, да, это вообще в принципе тема, которая в России мужчин объединяет очень быстро. Для женщин всегда можно позвонить и спросить, знает ли он там, человек хороший салон красоты, я не знаю, там, массажный салон, спа-салон. То есть это опять же очень быстро, да, там, или какой-то магазин, где можно что-то купить. Вы знаете, что человек рассказывал вам о том, что они переезжали в новую квартиру и покупали мебель, и ходили туда, и ходили сюда, и узнавали там, узнавали сям. Вы всегда можете позвонить этому человеку и задать вопрос, слушай, вот ты рассказывал, помнишь о том, что вы мебель в квартиру покупали? Да, слушай, вот ты уже как бы посмотрел, где что, а где ты порекомендуешь? И человек начинает рассказывать, потому что он приобрел опыт, это новый опыт для него, новые знания, он хочет с вами поделиться. Вы слушайте человека, сходите с ним вместе в эти 2-3 магазина, пусть он вам покажет что-то, вот у вас уже завязалось знакомство. И диван купите хороший, да, то есть подешевле. То есть если с человеком познакомились, возможно, что-то срастется с этим. То есть причем эту методику, я вам говорю, она используется не только в принципе в сетях, то есть она используется вообще в принципе везде. Хороший сетевик, хороший сетевик, профессиональный сетевик абсолютно спокойно может работать контрразведчиком, потому что этот человек знает абсолютно методики все, то есть вхождение в контакты, обетение друзей, знакомства, связи и всего остального. Человек, подобный человек, вкинутый в любую среду, абсолютно быстро обрастает связями и знакомствами. Я здесь хочу сказать вот такой очень актуальный момент. Вы знаете о том, что я очень часто на семинарах говорю о том, что сетевой бизнес это очень уникальный бизнес, то есть уникальная возможность прежде всего тем, что это интеллектуальная ценность. То есть приобретая интеллектуальную ценность в бизнесе, вы никогда ее больше не потеряете. То есть она всегда остается с вами, и это значит, что ваше рабочее место всегда с вами. Я приведу вам простой пример. Трагедия последних месяцев это то, что случилось с Японией. Япония, как вы знаете, в последний год-полтора, она в принципе даже опередила Америку по сетевому маркетингу, то есть номер один в мире. Богатейшая страна, кстати. Огромное количество компаний, миллиардные компании, миллиардные обороты. Произошло землетрясение, у них цунами, у них взрывы, то есть это ядерные реакторы. Что делать обычному человеку? Вот представьте, человек ходил на работу, его работу смыло цунами, его дом рухнул, работы нет, еды нет, семья, слава богу, жива. И что? Куда он пойдет? Что ему делать-то? Все. Что делает сетевик? Он берет свою семью, он берет деньги с банковского счета, которые у него отложены, небольшая сумма, не надо много. Ему нужен авиабилет в любую точку мира, ближайшую, а ему в принципе до материка долететь, то есть ему до Юго-Восточной Азии. Ему нужен билет и месячный запас на гостиницу, чтобы поселить семью в гостиницу. Дальше он приезжает в гостиницу с одним чемоданом, даже можно без чемодана, но со своей семьей. Он селится в один номер, пусть даже не 5 звезд делюкс, а пусть там 3-4 звездочки скромненькие, но его семья, она в безопасности, его семья, она сыта, его семья, у нее есть кровь над головой, пусть пока не свой. Этот сетевик берет любую бесплатную газету с объявлениями, открывает ее, выбирает себе любую сетевую компанию, звонит и говорит, здравствуйте, я хочу попасть на вашу презентацию. Он приходит на презентацию, он садится, он смотрит на людей, которые выступают, он выбирает себе лидера, который самый мощный, самый яркий, самый сильный, он подходит к нему и говорит, здравствуйте, я сетевик из Японии, я вот из такой компании, мои регалии вот такие, 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 такие. У нас случилась трагедия, я приехал сейчас сюда жить со своей семьей, моя семья живет в гостинице, я хочу построить бизнес, возьмите меня к себе в первой линии. Скажите мне, что вы как сетевики этого такого человека не подпишите. Конечно, подпишите. И так как это профессионалы, специалисты, вы будете с ним работать. Этот человек за месяц на голом рынке, где он никого не знает, поднимет структуру и в первый же месяц заработает несколько тысяч евро. Уже через 3-4 месяца он вернет свой уровень дохода на, скажем так, планку десятки и через год он вернется на тот уровень дохода, который у него был. Это значит, что уже во второй месяц, зарабатывая, может быть, несколько тысяч евро в месяц, его семья переедет, может быть, в арендованную квартиру, его дети пойдут в хорошую школу, уже через квартал, через 3-4 месяца он переедет в хороший красивый дом, он, значит, возьмет уже себе 2-3 хороших машины, его дети будут учиться в элитной школе и через год его жизнь вернется на тот же уровень жизни, то есть в базовом. Визуально это вернется все очень быстро, через 3-4 месяца. То есть он получит тот же самый стиль жизни, который у него был. Где, в какой индустрии мира еще, какую профессию имеете еще, вы в состоянии иметь такую твердую почву под ногами. То есть даже отсутствие почвы для вас ничего не означает. Вы всегда можете сняться с этого места и начать все делать в другом месте. Кем бы вы ни работали в другой индустрии. Вы не можете этого сделать. Случился экономический кризис, политическая ситуация изменилась, переворот. Да бог вещь что. Катаклизм, да, какой-то природный. Все. Пинды к вашей стране, пинды к вам. Вашей жизни, вашей семье, всему вашему будущему, всему. Потому что у вас нет интеллектуальной ценности. У вас нет индустрии, которая позволяет в любой момент извлекать выгоду. Лично для вас строить бизнес. В сети это все по-другому. Но это маленькое лидическое отступление. Идем дальше. Знакомства мы с вами проговорили. Холодные контакты. Холодные контакты. Часто люди думают, что холодные контакты это когда вы берете какие-то буклеты, распечатываете, выходите эти листовки, раздаете на улице. Это не так. Сделайте себе нормальные, хорошие, качественные визитки. Напишите фамилию, имя, отчество, ваш телефон, ваш e-mail, может быть логотип компании. Больше не нужно делать ничего. Дальше все очень просто. Если вы видите на улице человека, который вам понравился, подойдите к нему и скажите следующую фразу. Извините меня, пожалуйста, что я к вам вот так на улице обращаюсь. Дело в том, что такие люди, как вы, зарабатывают деньги в моем бизнесе. Вот моя визитка, позвоните мне, пожалуйста, мы сможем это обсудить. Извините еще раз. Всего доброго, до свидания. Развернитесь, уйдите. То есть человек, он в принципе будет огорошен. Ему дали визитку, он ее взял, он положил ее в карман. Вы не вступаете с ним в контакт. Вы не пристали к человеку. Вы наоборот подошли, сделали короткий контакт и ушли. Если человек говорит, подождите, а что, а как и что? Извините, ну, очень неудобно, да, то есть мы как бы на улице, я так к вам подошел, ну, я вам визитку, да, давайте вы позвоните, если вам это интересно, и мы сможем это обсудить. Хорошо, я сейчас спешу. Спасибо, до свидания. И уйдите. То есть человек не будет, скажем так, воспринимать это как какую-то навязчивость. То есть с ним сделали короткий контакт, дали телефон, у него есть выбор, звонить или не звонить. Но здесь стоит вопрос, прежде всего, а кто вам нравится? Да, кто вам нравится? Важно, это очень важно. Не ищите красивых людей. То есть не ищите каких-то людей, которые были бы, знаете, какими-то очень красивыми, там, богатыми, интересными. Вот вы считаете, о, да, вот его сейчас прямо на сцену поставь, он уже готовый лидер. Ищите тех людей, которые действительно в нашем бизнесе зарабатывают деньги. То есть людей, которые действительно зарабатывают в нашем бизнесе деньги. То есть кто это такие? То есть это Это очень часто люди, которые зарабатывают, может быть, не сильно большие деньги. 300-400 евро в месяц они зарабатывают на своей основной зарплате. Это, другими словами, люди, которых возбуждает идея дополнительного заработка в месяц 500-600 евро. То есть эта идея им нравится, и они готовы ради нее работать. То есть они ищут какую-то возможность, где можно было бы дополнительно получить 500-600 евро. Безусловно, вы сейчас можете сидеть и думать, я пришел в сетевой маркетинг, чтобы зарабатывать десятки тысяч евро каждый месяц. Это меня не втыкает, это неинтересно, это не то, что меня возбуждает. Я с вами согласен, но поймите одну простую вещь. Ваши десятки тысяч евро в месяц складываются из этих маленьких моментов. Кроме того, может быть, для вас сегодня вы уже зарабатываете хорошие деньги, и 500-600 евро это не деньги. Но для человека обычно, представьте, муж и жена живут, он работает на работе, она работает на работе, он зарабатывает 500-600 евро, она зарабатывает 500-600 евро. И в России это в лучшем случае. Каждый имеет зарплату 20 тысяч, это уже достаточно богатая семья. Вопрос, интересно ли такой семье дополнительно зарабатывать еще 20 тысяч рублей. И будет ли это солидной прибавкой к их семейному бюджету? Ответ, да, 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 тысячу раз да. Поэтому очень часто эти люди, они не обладают внешностью Алан Делона или Наоми Кэмпбелл. Очень часто это обычные люди с обычным типажом, очень часто это люди, стоящие на остановках, очень часто это люди, спешащие в супермаркете купить продукты и доехать домой с пакетами. То есть очень часто это утром люди, спешащие на работу. Это люди, для которых жизнь превратилась очень часто в бег по кругу. И очень многих людей это не устраивает. Поэтому очень часто эти люди, они берутся за эту возможность, потому что им это нравится, им это интересно. Поэтому важно, чтобы вы делали холодные контакты именно с теми людьми, которым это нужно. А не просто идя по улице, останавливая всех подряд. Вы знаете, меня очень часто удивляют сетевики, которые делают холодные контакты, я сам таким был в свое время, праздно шатаясь в течение рабочего дня по какой-нибудь центральной улице, где праздно шатается народ точно так же, как они. То есть или, допустим, делающие холодные контакты возле института. Понимаете, да, среди студентов есть люди, которые хотят преуспеть. Но студенческая жизнь, она очень большая, она захватывает. Это праздная жизнь. То есть это влюбленности первая, это любовь первая, это общественная деятельность, это учеба, это жизнь в общежитии, это много-много-много всего. Но очень редко у этих людей в голове свербит мысль, что нужно делать бизнес. Что нужно найти какую-то возможность сделать бизнес. Но если мы берем человека в возрасте 35-40 лет, то есть 30-35-40, у человека, у которого уже есть там 1-2 ребенка, человек, у которого уже есть работа, человек, который только еще соприкоснулся вот с этой действительностью жизни, что он был молодым, ему было 20, 22, 23, 24, он, скажем так, стал, то есть он был юным, он стал молодым, да, там, или стал двигаться к зрелости. У него появилось 1-2 ребенка, и он понимает, что не хватает ни времени, ни сил, ни эмоций, ни денег, а как жить. Ему нужны какие-то возможности, а возможности на работу ему не хватает. И вот в этот момент появляетесь вы с вашей визиткой. Вопрос, интересно ли ему позвонить? Да, интересно. Это тест. Если человеку интересно, то он вам звонит. И в таком формате холодные контакты будут работать и работать очень хорошо. Следующий момент. Объявление. То есть прежде всего я хочу сказать, что объявление давать невыгодно. Вы тратите много денег и времени. Давайте объявление там устрою на работу или там есть предложение в газету или куда-то. Вы тратите деньги, вы тратите время, вам звонят все подряд. Приходят люди, которые ищут работу, но не ищут бизнес. То есть не ищут возможности. Поэтому мы не даем сами объявления. Мы обзваниваем объявления. Объявления в газетах, объявления на столбах, то есть которые расклеивают сетевики на остановках. Вы знаете, это прекрасно. Что мы совершенно точно знаем о сетевике, который дает объявление? Он не умеет делать бизнес, и у него нет нормального спонсора, который поможет ему отработать нормальный его список имен. То есть у человека не получается делать бизнес. Но у него скорее всего есть список имен, у него скорее всего есть куча знакомых таких же сетевиков, которые не знают, как делать бизнес, им катастрофически нужен спонсор. У него скорее всего есть список уже людей, с которыми он встречался, и которые ему отказали, и так далее, и так далее. То есть мы знаем, что это благодатная почва. Пойдите и помогите человеку. То есть у меня, допустим, при приезде в любой город всегда, то есть для того, чтобы работать и строить сеть, у меня рефлекс. Я за первый день обдираю абсолютно все объявления. То есть у меня даже после турне, когда я приезжаю, у меня все карманы, то есть там в костюме, где-то еще, на автомате до сих пор. Вижу объявление, я срываю. Это не потому, что мне нужен человек подписать в первую линию. Автоматически уже, это привычка, выработанная годами. То есть всегда, очень часто я даже делал, каким образом? Я вижу объявление, я его срываю, тут же беру, тут же звоню по телефону, говорю, здрасте, я ваше объявление увидел вот на столбе. А это что, сетевой маркетинг? Да, сетевой маркетинг. Ой, а я тоже сетевик. А у вас вот что, объявления работают на столбе? Что, люди приходят? Что, бизнес строится? И что, говорит, вы меня подписать хотите? Я говорю, да нет, я вообще в принципе объявление на столбе увидел. И вот вам звоню, спросите, как дела, как бизнес, что, работает что ли? И вот здесь уже вопрос контакта. То есть либо контакт пойдет, и у вас с человеком завяжется контакт, либо контакт что? контакт не пойдет то здесь нет какой-то у них